Около 700 тысяч рублей заплатили жители села Рощина в Хабаровском районе, чтобы им сделали пристройку к дому. Но по словам клиентов, предприниматель только залил фундамент и перестал выходить на связь. Решать эту проблему пришлось самостоятельно и платить еще деньги, но уже другим людям. Подробности в материале Даниила Маевского. Слезно его просили. Ребенок инвалид, очень плохо ходит. Таскали его через эти руины на себе. Наталья Бордеева показывает новую пристройку к своему ветхому дому. Потребность в ней возникла, когда в ее семье появилось пополнение. Жить в пятером на 23 квадратных метрах стало тесно. В интернете нашли фирму, которая занимается такими работами. Предприниматель заявил, что строительство обойдется в 683 тысячи рублей. Часть суммы пришлось взять в кредит, но после того, как фундамент был готов, бизнесмен перестал выходить на связь и работы остановились. Через знакомых нашли строителей. Два человека у нас работало. Материал мы сами ездили, закупали. Я поехала опять, взяла еще один кредит на 400 тысяч. Достраивать помещение пришлось своими силами в ускоренном темпе, чтобы зимовать в тепле. В общей сложности эта жилплощадь обошлась семье в 1 миллион 200 тысяч рублей. В два раза больше реальной стоимости. Дозвониться до предпринимателя, который не выполнил обязательства, не удается и по сей день. Не получилось и у нас. Абонент временно недоступен. Как оказалось, семья Бордеевых не единственная, кто считает себя пострадавшими. Хабаровчанка Рима Фоменко утверждает, что обратилась в ту же фирму с просьбой сделать шамбо в частном доме. Под расписку она с мужем перевела предпринимателю 65 тысяч рублей. После этого он также перестал выходить на связь. Мы пошли в полицию, написали заявление. Нам как бы сразу сказали, что вроде бы искать-то и есть время, но лучше вы своими силами тоже еще пытайтесь. По словам пострадавших, полицейские позже задержали предпринимателя, но он написал расписку, что все отдаст. После чего его отпустили. Как заявляют клиенты фирмы, своих денег они так и не увидели. А семья Бордеевых решила обратиться в суд и иск удовлетворили полностью. Но и они компенсацию не получили. Пострадавшие планируют бороться дальше и уверены, что предприниматель не скрывается и, по их словам, продолжает принимать заказы.